Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу вот такой нехитрый пейзажик, но мне кажется, что он вам зайдет, как говорят. Итак, разбавитель у меня тройник. Ты покажи картинку. Ну и, конечно же, как всегда, начинают со среды обитания. Белила, ультрамарин розовый и задняя. Задний план у нас очень дождливо сиреневит. Занимает меньшую половину холста по высоте. Холст у нас 50 на 70. Чуть. светлее в этом углу чуть светлее и чуть розовее можно сюжет этой горы дальней сделать более сложным то есть с какими-то то есть она там ровная но можно и чуть-чуть усложнить этот силуэт ее а и и и и и и и Таким штрихователемым движением пользуюсь. Так, кисть у меня сейчас в этом цвете. Этот цвет можно задействовать, добавив еще синевые или голубизны. Здесь, где у нас много зелени. Добавим к этому цвету охры и вы видите цвет зеленеет. Дорожка уходящая. Итак, для тех, кто еще не знает, что голубой плюс желтый или синий плюс желтый получается зеленый, и вот вы видите, ну сейчас усилию, чтобы вы окончательно это увидели, настоящий зеленый. Это я как бы, чтобы не менять кисть, чтобы не брать новую, а потом не мыть. Нарядное поле. Сухо кладу, сухо, рыхло. Это дает эффект множества. То есть краску не разжижаю и наоборот вот такой вспахивающий мазок. То же самое и здесь. Будем для маков тоже хитрить вот эту розовую с красной. И вот такими запятыми. И вот такими запятыми. Запятая, конечно, должна быть немножко вогнутой. Продолжение следует... Так, и еще какие-то есть вот такие цветочки. Как бы розовенькие. Вот тоже такой чвяк смоделированный. Так. Разбил желтый. Идея засеянного. То есть, некоторая полосатость. Подрезаем эти мысики. Подрезаем светло, подрезаем макушку уходящей плоскости. Продолжение следует... Густую краску укладываем горизонтально для того, чтобы дорога продемонстрировала свой лежачий характер. Кусты демонстрируют свой вертикальный характер. Дорога горизонтальная. Так, друзья, что я закончил, что ли? Ну, можно сказать, что закончил. В целом, фильм, наверное, будет длиться час десять. Ну, наверное, не у всех из вас будет час десять. Но те, кто уже давно смотрит мои видео, я думаю, быстро получится. И, собственно, на такой работе сильно застревать и не надо. Здесь повода для выписки серьезного нет. Вот. Так что, кому понравилась такая идея, пишите на здоровье. Вот. Все. Субтитры сделал DimaTorzok